Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о самых значимых и интересных трансферах в российском чемпионате. И мы сосредоточимся на московском «Динамо», который подарил нам яркий заголовок «Чавес летит в Москву». Раньше это был бы политик Уго Чавес, который отправился бы в Москву на какие-то там, не знаю, совещания или еще что-нибудь. Ну а сейчас это полузащитник сборной Мексики Чавес, который отправился в московское «Динамо», отправился по очень сложной схеме, которая напоминает историю с другим московским клубом ЦСКА. То есть московская команда выплатила латиноамериканскому игроку несколько миллионов, и часть из этих миллионов пошла на то, чтобы игрок выкупил сам себя. Ну потому что, как видимо, даже вот в Мексике уже запрещают нормально продавать игроков в Россию. Есть какие-то запреты, ограничения, не знаю, финансовые проблемы с банками, возможно, с переводом средств. Короче, в итоге просто провести этот трансфер не удалось. Пришлось передавать деньги футболисту, чтобы Том сам себя выкупил. Ну, знаете, Джанго освобожденный, не иначе. И да, я понимаю, что такие истории уже бывали, и не только в России. Неймар тот же самый сам себя выкупал за 222 миллиона из Барселоны и переходил в ПСЖ официально свободным агентом. Но все равно ситуация напрягает. И именно поэтому, как видимо, ЦСКА и «Динамо» так долго не могли никого подписать. Потому что пока тут договоришься, пока найдешь футболиста согласного на эту сложную систему и сложную схему, тут хрен знает уже, сколько времени пройдет, уже середина чемпионата будет. Печально, но вот в такие времена живем. С другой стороны, хочется сказать, что «Динамовцы» молодцы, что смогли, несмотря на все эти препоны, найти классного игрока, который действительно способен усилить команду, а в теории может стать, возможно, и лучшим игроком в России на своей позиции. Вот прямо здесь сейчас Чавес, ну, я даже не знаю, с кем его можно сравнить. Ну, может быть, с Бариусом в «Зените» по потенциалу, по своим сильным слабым сторонам. Вот два, наверное, лучших опорника. А кто из этих латиноамериканцев окажется лучше, ну, покажет этот чемпионат. Ну, а пока давайте разберемся конкретно с Чавесом, в чем его сильные и слабые стороны, и в чем его преимущества и минусы. Давайте обсудим. Ну, сперва мне хотелось бы рассказать о спонсоре данного выпуска. Это каперское бюро «Бест Кэпэ». Футбольные прогнозы от опытных аналитиков. Опыт в ставках с 1999 года. Ну, и постоянным клиентам оплата после выигрышей «Бест Кэпэ». Проходите по ссылке в описании. Знакомьтесь! Итак, как я уже говорил, Чавес — это опорный полузащитник. И это одна из самых проблемных позиций для «Динамо». Причем проблемной она стала достаточно давно, когда коллектив, укрепляя многие зоны и укрепляя достаточно неплохо, постоянно забывал про вот позицию пятого номера. И в какой-то момент здесь приходилось использовать универсалов, например, Кутицкого, который может действовать в центре защиты или в опорной зоне. Здесь пытались использовать Нормана, вот этого непонятного персонажа, который то один клуб кинул, то другой. Сейчас вот снова свалил из Москвы и отправился в арабские страны зарабатывать бабки. То есть тоже, знаете, не от хорошей жизни сделали ставку на такого игрока. То Гогнидзе наигрывали. Перспективного, конечно, грузина, но не к Варацхелию нового, прям скажем, по уровню игры и по уровню таланта, скажем так. Так, все-таки разные позиции, но талант там есть, но не такой масштабный. Короче говоря, у Динамо постоянно здесь возникали какие-то трудности, а играть, не знаю, с Фоминым на позиции единственного опорника, ну это как на рыцарском турнире лететь вперед на своего оппонента без шлема. Ну то есть можно нарваться на очень серьезные последствия. Это очень большой риск. И в некоторых матчах Динамо действительно вот работал по такой системе. Давайте Фомин у нас тут играет в центре поля, и вокруг него куча атакующих хавбеков, креативщиков и так далее. Фомин с этим просто не справлялся, потому что он способен быть вторым опорником. То есть более атакующим бокс-то-боксом ему нужен напарник. И в какой-то момент, ну благо у Динамо сейчас достаточно такой интересный и толковый наставник личка, удалось найти универсала Лаксальта, который ранее действовал на флангах обороны, потом то выпадал из состава, то травмировался, то еще что-то, потерял стабильное место с первых минут. И вот тут, что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. Лаксальта переставили на позицию опорника, нашли ему применение, и вроде как команда начала более-менее функционировать. Но, понятное дело, что в идеале нужен профильный игрок. Использовать универсалов, тем более такого универсала, как Лаксальт, который все-таки уже не молод и, по слухам, может быть и уйдет из России, в ближайшее время уедет, это тоже риск. Поэтому нужен был сильный, качественный опорник, вместе с которым Динамо получит совершенно иные перспективы. Тут и атакующие футболисты получат больше свободы, получат больше спокойствия, потому что тылы будут надежно прикрыты, и Фомин сможет активнее вдвигаться вперед, что опять же плюс для атаки. Ну и защита будет функционировать лучше. Как ни крути, а оборонительная игра Динамо оставляет желать много-много лучшего в этом сезоне. И даже возвращение Бульбоэна не позволило здесь полностью стабилизировать тот же самый центр оборонительных позиций. По-прежнему происходят какие-то косяки, привозы. Вот что не посмотришь, какой матч Динамо, какой я там разбираю. Даже если команда сыграла вроде как и неплохо, там добилась победы, в обороне все равно были какие-то привозы и ошибки. Поэтому здесь и для того, чтобы защиту поддержать, и для того, чтобы атаки обеспечить нужную подстраховку, и для того, чтобы фланговые защитники шли вперед, нужен один конкретный игрок. Сильный стоппер. Сильный пятый номер, который будет закрывать всю эту систему, и который будет приводить, скажем так, Динамо к балансу между обороной и атакой. И вот приходит Чавес. Ну что тут скажешь. Отличное подписание. Очень уместное. Да, не совсем своевременное, потому что хотелось бы пораньше, но как смогли, договорились, вот пожалуйста. И Чавес это реально топовый игрок. Основной центральный хаффбег сборной Мексики, что сейчас является очень мощным показателем. Мексиканская команда интересна, скажем так, как минимум. И уж где-где, а в центре поля у них традиции ого-го. Какие, там, я не знаю, вспомните Реру, который там в атлетику играл, или, например, там каких-то других футболистов. Постоянно у них есть классные центральные полузащитники, которые действительно здорово играют и прекрасно разгоняют атаки, и вообще великолепно себя чувствуют. И вот здесь основной центральный хаффбег сборной Мексики, это как бы уже показатель, это как бы уже знак качества. Плюс к этому он находится в самом расцвете сил, 27 лет, то есть и опыт имеется, в том числе международный. Прошел огонь в воду медные трубы со своей пачукой, там, показал все, что только можно на уровне мексиканского чемпионата. Ну и при этом 27 лет, то есть в плане физики, самый расцвет, самый такой боевитый возраст, способен выжигать центр поля, выполнять огромный объем черновой работы, с травмами у него каких-то катастрофических проблем все-таки последнее время не было. И сейчас, ну, наверное, это как раз вот тот футболист, который существенно усилит команду. Поэтому нельзя сказать, что это какая-то очень дорогая сделка. Ну, не знаю, как там было все прописано в контракте нашего сеньора Чавеса, но его выкупили за 6,5 миллионов, получается. Ну, в общем-то, это очень недорогая сделка, очень выгодный трансфер. И для Бувача, для спортивного директора «Динамо» это, конечно, успех. При этом, что очень важно, при необходимости Чавес может поддержать атаку. Ну, например, в последнем сезоне в Мексике у него 42 матча, 3 забитых мяча, 5 голевых передач. По всей карьере в 255 матчах у него 37 очков по системе «Гол плюс пас». В общем, игрок толковый в плане обострений, ну и вообще у него есть своеобразный рекорд. Он автор самого мощного удара на чемпионате мира 2022 года. Пушка страшная. Ну, динамовцам не привыкать. Когда-то у них играл Колодин, пушка страшная, теперь Чавес будет. Пушка тоже не менее страшная. Ну и вообще, если посмотреть на его карьеру, он такой интересный игрок. Он и на флангах появлялся, то есть скорость имеется справа в роли латерали. Он там матчи 10 отыграл. Способен неплохо взаимодействовать с партнерами, обострить хорошие передачи. То есть многогранный футболист. Но главное его качество – это, конечно, вот такая вот здоровая агрессия, выжигание центра поля, работа в опорной зоне. В общем, как я уже несколько раз сказал, ценность этого трансфера в том, что это как раз та позиция, которая больше всего нуждалась в усилении в Динамо. И вот так вот подписывается игрок. Причем в тот момент, когда и Динамо более-менее разогналось. В общем, любо-дорого будет посмотреть на то, как будет функционировать эта система, если динамовцы еще и подпишут караскали, к чему, как видимо, идет. Ну, белоголубые будут смотреться уже вполне себе амбициозным коллективом для того, чтобы зацепиться, может быть, за тройку. А там уж посмотрим, аппетит приходит во время еды.